Я нахожусь в Театре имени Загурского, тут сработала пожарная сигнализация. Честно, я первый раз наружу в такой ситуации. Меня выводят. У пожарных есть непреложное правило. На любом ЧП в первую очередь спасают людей. Именно поэтому первыми в горящее здание заходят огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы. Вес оборудования может доходить до 40 килограммов. Если в помещении сильное задымление, спасатели ищут людей в прямом смысле слова – на ощупь. Когда человека обнаружили, на него надевают спасательную маску и выводят на свежий воздух. Она одевается на пострадавшего, подключается оно к аппарату. То есть, так же, как основная маска, она подключается к аппарату и через нее, получается, пострадавшая уже дышит свежим воздухом. Я уже на улице, спасатели пошли обследовать другие помещения музыкального театра. По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки пожар возник в районе сцены. Средительный зал и другие помещения театра оказались в дыму. Возник риск отравления людей угарным газом. Учением привлекли подразделения всех пожарно-спасательных частей Иркутска – 13 пожарных машин и более 80 спасателей. Сначала вообще механизм подается, что здесь произошел пожар. Смотрим, как отрабатывает объект. У объекта имеется закрепленный персонал за пожарную безопасность. Как они начинают эвакуацию, какие действия. У каждого человека определенный регламент. Что он делает непосредственно при происшествии либо чрезвычайной ситуации. Это вот мы здесь все просмотрим. На всех крупных сложных пожарах в обязательном порядке организует оперативный штаб. На специальном столе руководитель тушения пожара и начальник штаба наносит на карту схематическое изображение пожара. Расстановку всех автомобилей. Заполняет таблицы прибытия пожарных подразделений. Сколько человек, сколько единиц техники. Схематическое изображение пожара. То есть не сам пожар, понятно, что здание большое, обойти его за минуту невозможно. А сберут на схему, посмотрев, где работают те или иные подразделения, сразу же любой человек, который связан с пожарным делом, естественно, поймет, кто где работает и примет правильное решение по распределению данных средств. Учения проводят ежегодно, чтобы огнеборцы хорошо изучили особенности объекта, причины возникновения и особенности развития пожара. Еще одна главная задача – посмотреть, как ведет себя персонал во время экстренных ситуаций. По окончании учений проведут подробный анализ реагирования и уровня подготовки. Юлия Бархатова, Новости, СЕЙЧАС.